Приветствую вас, друзья! Сегодня, 15 сентября, Центральный банк Российской Федерации увеличил ключевую процентную ставку на 1% до уровня в 13%. В какой-то степени можно сказать, что решение было ожидаемое, хотя бы потому, что от Центрального банка ожидали любое решение, ну, кроме что, наверное, понижение ключевой ставки. Были издания, которые считали, что ставка останется без изменений на уровне 12%, а кто-то и ждал плюс 3 до уровня 15%. Так что, чтобы там в Центральном банке не решили, все ожидаемо. Но вместе с решением по ключевой ставке публикуется и заявление. И надо сказать, что на первый взгляд заявление достаточно скучная бумага, но если читать ее правильно, то там можно увидеть то, каким видит Центральный банк будущей российской экономики. И надо сказать, что их видение достаточно четко и часто реализуется. Например, еще в сентябре 2022 года Центральный банк очень четко представлял, как будет выглядеть экономика в 2023 году. И, надо сказать, все достаточно точно реализовалось. Вот давайте сегодня и препарируем это заявление и посмотрим, что ждет нашу экономику, во всяком случае, с позиции сегодняшнего дня. С вас, как всегда, лайк, подписка, несколько слов в комментарии. Делитесь этим видеороликом со своими друзьями, знакомыми. И поехали! Для начала хочу отметить, что этот видеоролик я записываю сразу после публикации решения по процентной ставке и перед пресс-конференцией Центрального банка Российской Федерации. То есть, есть вероятность того, что на пресс-конференции будут какие-то детали, какие-то небольшие изменения, которые могут передвинуть ту концепцию, которую мы сегодня с вами раскроем. Но вы, скорее всего, будете смотреть видеоролик уже после пресс-конференции. И чтобы обладать полноценной информацией, предлагаю вам, так сказать, подписаться на телеграм-канал, потому что там информация более оперативная. Ссылка на него есть в прямом верхнем углу, в описании и на экране тоже видите название. Но если говорить коротко, то то, что написано в заявлении Центрального банка, это вообще, ну, не сказать, что катастрофа, но ничего хорошего. Грубо говоря, нас ждут высокие процентные ставки и рост инфляции. И при всем при этом почти не проглядывается какое-то светлое будущее. И понимая все это, в рамках нашего клуба finprofi.club был опубликован мини-курс защитной облигации, как снизить риски в портфеле и защитить его от разгона инфляции и роста ключевой ставки. Если вы являетесь активным подписчиком клуба, то переходите в раздел обучения и изучайте материал, готовьтесь к предстоящему. А если нет, то переходите на главную страницу finprofi.club, выбирайте тариф и получайте доступ ко всем материалам, обучения, инвестидей и так далее, так далее. Но давайте непосредственно к заявлениям. Итак, сразу пугающая строчка реализовались существенные проинфляционные риски, а именно рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска и ослабления рубля в летний месяц. Вот именно это и проглядывалось в заявлениях Центрального банка от сентября 2022 года. Уже тогда было понятно, что предложение вряд ли справится с ростом спроса, и инфляция так либо иначе перейдет в рост. Если вы не понимаете, что такое проинфляционные риски, то это те самые риски, которые приводят к росту цен, то бишь к ускорению инфляции. И с этими рисками нужно бороться, нужно, чтобы они не реализовались. Для этого, собственно говоря, и повышается процентная ставка. Одновременно был опубликован среднесрочный прогноз Банка России, согласно которому мы видим с вами в 2023 году среднюю ключевую ставку, среднее значение 9,6-9,7, а в 2024 сам ЦБ прогнозирует, что это будет 11,5-12,5. То есть вполне реально в начале года это может быть 16%, а ближе к концу 2024 года процентов 10. Все это высокие процентные ставки. И мало того, что ставки останутся высокими продолжительное время, так еще скорее всего они будут повышены. О чем и говорится? О том, что целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях будет оцениваться. Что у нас с инфляцией? Инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. То есть как бы нам там с телека не говорили, что рубль не влияет на внутренние цены, нифига. Если рубль падает, то цены на все в России растут. И это все выливается в повышенные инфляционные ожидания. Особенно сильно за последние месяцы увеличились ценовые ожидания предприятий, а также выросли и инфляционные ожидания населения. То есть население страны, а также главы предприятий, которые создают товары и оказывают услуги, видят, что рубль падает и сами про себя прогнозируют, что цены будут расти. Такие настроения, вот эти вот инфляционные ожидания, очень опасны, особенно в данной ситуации. Потому что та инфляция, которая публикует Росстат, это история, это изменение цен в прошлом периоде относительно цен в еще более прошлом периоде. А инфляционные ожидания это возможное будущее. Если их не побороть, если их, так сказать, не остановить, то они реализуются в реальный рост цен. Нужно сделать так, чтобы население подумало, что сейчас невыгодно покупать товары. Лучше положить деньги на депозит под высокий процент, чем брать кредит и идти в магазин покупать товары. А что для этого нужно? Нужно повышать процентную ставку, чтобы кредиты стали дорогими, а депозиты привлекательными. Однако регулятор отмечает, что кредитная активность оставалась высокой как в корпоративном, так и в розничном сегментах. То есть то повышение ключевой ставки, которое уже было, не оказало влияния на население. Население по-прежнему активно кредитуется, предприятие активно кредитуется и все равно не переходит в режим сбережения. ЦБ отмечает, что государственные программы льготного кредитования уменьшают влияние решений по ключевой ставке. То есть ЦБ говорит о том, что это фигово, когда мы тут поднимаем ключевую процентную ставку, а из-за льготной ипотеки стоимость жилья все равно продолжает расти и сектор недвижимости остается, так сказать, популярным. ЦБ фактически призывает отменять льготные ипотеки, ужесточать условия для того, чтобы, ну, скажем так, было меньше спроса на недвижимость, чтобы не создавался пузырь на рынке недвижимости. Если правительство на это пойдет, это, конечно, негативно скажется на всей отрасли и, соответственно, на доходностях, а также на стоимости акций компаний, которые занимаются строительством. Так что взяли это тоже на заметочку. Что еще важно? Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложений. Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов. О том, что на рынке существует дефицит рабочей силы, не говорил, наверное, только ленивый. Даже президент это отмечал. И тут же, кстати, радовался, что рекордно низкая безработица в стране. Но на самом деле это беда, потому что из-за отсутствия рабочих руд не будет предложения на рынке. Из-за этого экономика может остановиться. То, о чем здесь говорит нам Центральный банк Российской Федерации. А если она перейдет в снижение, то это уже будет стагнация. А если будет стагнация при высокой цене, то есть инфляция, то это уже будет стагфляция. Это ровно то, что предвещали американцам. Сами бы нам в эту стагфляцию не попасть. Еще о проинфляционных рисках. Они остаются существенными. Значимым риском является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях и их дальнейший рост. Это, в принципе, ровно то, о чем я говорил пару минут назад. При этом отмечается, что геополитическая напряженность, это так сейчас называют СВО в Центральном банке, производят усиление внешних торговых и финансовых ограничений. Все это может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику курса рубля. Если перевести на русский, то из-за санкций, которые как бы не работают, будет снижаться экспорт российской продукции, что снизит валютное предложение на валютном рынке, из-за чего российский рубль продолжит свое ослабление, а цены продолжат свой рост. То есть выразится все в инфляцию. И вот он, пожалуйста, проинфляционный риск. Обычно Центральный банк говорит о проинфляционных рисках и о дезинфляционных рисках. И говорит, в какую сторону сейчас смещена текущая ситуация. То есть в сторону проинфляции или в сторону дезинфляции. Сейчас о том, куда смещена экономика, не говорится. Хотя очевидно, что все идет впроинфляционно. То есть, грубо говоря, текущее положение дел говорит о том, что инфляция вообще даже близко не собирается останавливаться. Потому что дезинфляционных рисков, риски, которые приводят к снижению цен и к дезинфляции, они прямо сейчас просто мизерны. О них ЦБ написал только небольшой абзац, в котором отметил, что рост цен на основные товары российского экспорта и увеличение в физических объемах экспортных поставок могут привести к более крепкому курсу рубля. То есть единственный дезинфляционный риск для нашей экономики наступит в том случае, если цены на энергоносители вырастут, объемы поставок вырастут, что ограничено санкциями, и тогда курс российской валюты укрепится, и тогда будет дезинфляция в стране. Насколько все это реально, ну, решайте сами. Итого, ЦБ РФ находится в достаточно сложной ситуации. Они должны удерживать инфляцию в заданных параметрах, это 4%. Очевидно, что сейчас они не справляются с этим. Чтобы вернуть инфляцию к норме, надо ужесточать денежно-кредитную политику, что, собственно говоря, ЦБ делает. Когда повышается ключевая процентная ставка, кредиты становятся недоступными, депозиты становятся выгодными. И вроде бы снижается спрос, инфляция тоже снижается. При этом же, увеличивая процентную ставку, вы начинаете душить собственную экономику, потому что предприятие не развивается. Это тоже дезинфляционный эффект, и все должно сработать. При условии, если бы экономика была правильная. Но у нас в российской экономике есть военная составляющая. Есть военные производства и военная экономика. Которая с большой горы хотела там видать, что делает ЦБ РФ. Потому что, когда тот повышает ключевую ставку, он ужесточает денежно-кредитную политику для гражданского производства. Военное производство на это реагировать не будет. Ведь не сможет Шойгу прийти и к Путину сказать, Вообще-то, производство танков стало дорогое, поэтому мы их будем выпускать меньше. Нет, этого не будет. И все работники гособоронзаказа будут получать высокие зарплаты, ходить, тратить деньги в гражданские магазины, где предложение не покрывает спрос, из-за чего цены будут расти. А в ответ на рост цен, Министерство обороны будет увеличить зарплаты всем этим работникам. И это порочный круг, который пока не разорвать. И ЦБ в своем заявлении на это косвенно указывает. Они так и говорят. Мы тут ставку повышаем, ужесточаем денежно-кредитную политику, а вы там льготную ипотеку раздаете за бюджетные деньги. Так не делается. С этим надо что-то делать. Это они про гособоронзаказ ничего не стали говорить, побоялись. Но в принципе, я думаю, подумали, а может даже в каких-то кабинетах и сказали, что мы тут душим экономику, чтобы инфляцию снизить. Но почему-то задыхается только гражданское производство. О перспективах. Думаю, тут все понятно. Про инфляционные риски намного выше, чем дезинфляционные. Экономика замедляет свой рост, и мы можем столкнуться с стагнацией. Столкнемся ли мы в 2024 году с такфляцией? Про курс рубля, думаю, тоже все понятно. Фондовый рынок будет расти, потому что будут расти цены на все. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...